Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы начинаем читать вторую маковейскую книгу по переводу Брагинской и Шмайной-Великановой. Из названия «Вторая маковейская книга» можно подумать, что речь идет о продолжении первой маковейской книги, исторической книги, где очень подробно и скрупулезно с исторической точки зрения описываются события противостояния Израиля под предводительством Иуда Маковея, а затем его братьев Селевкидской империи, бунту и освобождению Израиля от иноземного гнета и, в первую очередь, от необходимости отказываться от своих традиций и своих законов. Израиль добился независимости. Закончилась первая маковейская книга описанием того, как Иоанн Геркан, сын последнего из маковейских братьев, встал во главе Израиля. И можно подумать, что во второй маковейской книге будет продолжаться это описание, но ничего подобного. Вторая маковейская книга не продолжает, а описывает примерно те же самые события, даже немножко более узкий с точки зрения хронологии период, но совершенно с другой точки зрения. Скорее, не как историк, а как уже богослов осмысляет автор второй маковейской книги вот эти события. Что они значат для верующего израильтянина, эти события? По всей видимости, вторая маковейская книга была написана совершенно другим человеком, возможно, не жившим в Иерусалиме, как автор первой маковейской книги, а жившим где-то в России, в одной из аудейских общин, находящихся в Египте. Вероятно, вторая маковейская книга была написана даже немножко раньше, чем первая. Автор не так хорошо знаком с географией, с какими-то особенностями жизни в Израиле, но самое главное для него не это, а самое главное для него именно осмыслить с точки зрения верующего человека те события, о которых говорилось в первой маковейской книге. Начинается вторая маковейская книга со текста двух писем, которые были направлены из Иерусалима иудеям, находящимся в Египте. На самом деле на территории Египта находилось довольно много общин, иудейских общин в связи с противостоянием селевкидов и их конкурентов, и различных воин, гражданских воин. Многие иудеи вынуждены были покидать родную землю, и вот многие из них оседали в Египте, особенно много было в Александрии иудеев, которые иногда более благополучные, иногда менее благополучные там жили, старались исполнять закон, находясь вот на чужбине. И было общение между израильскими иудеями и вот этими общинами еврейскими, находящимися в Россении. И вот начинается вторая маковейская книга именно с писем, обращенных из Иерусалима к евреям в Египте, в Россейне. Итак, первая глава, вторая маковейская книга в переводе Брагинской Шмайна Великановой. «Братьев иудеев в Египте приветствуют братья иудея в Иерусалиме и в стране иудея. Доброго мира!» Вот само это приветствие, если читать его не по-русски, а в оригинале, то есть на греческом языке, потому что вторая маковейская книга была написана именно на греческом языке, оно показывает вот такую интересную принадлежность автора этого письма. С одной стороны, здесь такое вот принятое в эллинистическом мире приветствие «радуйся», говорили древние греки и представители вот этой эллинистической культуры, встречаясь друг с другом хайра, и вот здесь употреблено это слово. А с другой стороны, здесь попытка и передать и еврейское приветствие «шалом», то есть мир, «доброго мира» приветствуют братья иудея, это вот от слова «радуйтесь», и тут же говорится «доброго мира», то есть «шалом». Как бы сразу два таких вот приветствия, эллинистическое и еврейское, соединены в этом начале. Пусть вам благодетельствует Бог, пусть помнит Он о Своем завете с Авраамом, Исааком и Яковом, верными Его рабами. Пусть даст вам сердце, чтобы чтить Его и исполнять Его волю с великим усердием и душевной охотой. Пусть откроет ваше сердце для Его закона и повелений, и принесет вам мир. Пусть услышит ваши молитвы, примирится с вами и не оставит вас в годину бедствий. Вот как молимся мы за вас ныне. Вот с такой молитвой начинается это письмо приветствия и сразу вот такие добрые пожелания. Это очень на многом говорит об авторах этого текста, потому что вот понятно, что здесь вот желание сказать что-то хорошее, доброе, но нет желания, как сейчас вот иногда там поздравляют с праздником, будьте здоровыми, самое главное, здоровье, богатство, счастье, успех, ничего подобного. Здесь эти добрые пожелания сразу говорят о чем-то самом важном для верующего человека. Пусть вам благодетельствует Бог, «Пусть помнит он о своем завете». Разве может Бог забыть о своем завете? Это такое вот библейское выражение. Здесь речь идет не о том, что Бог может что-то забыть на самом деле, а речь идет о том, чтобы этот завет как бы был актуален в жизни этих людей. Бог помнит о каждом из нас, но поскольку человек забывает Бога, то связь между Богом и человеком, она может ослабляться, нарушаться. И пожелания, которые здесь высказываются в этом письме, говорят о том, что пусть этот завет реально действует в вашей жизни. Связь с Богом через исполнение его заповедей и в ответ божественное присутствие в вашей жизни «Пусть вот будет среди вас». «Пусть Бог даст вам сердце, чтобы чтить его и исполнять его волю». «С великим усердием и душевной охотой». Тоже очень важные и очень глубокие слова, потому что именно в Библии есть вот такое понятие сердца. Сердце — это даже не только и, может быть, не столько физиологический орган главный в теле человека. Здесь имеется в виду сердцевина, что-то самое глубокое, что есть в каждом человеке. «Пусть у вас будет вот такая сердцевина, чтобы чтить его, Бога, и исполнять его волю». Как исполнять? «С великим усердием и с душевной охотой». Действительно, это две очень важные составляющие. Когда мы пытаемся жить по заповедям Божьим, то важно, чтобы было то и другое. С одной стороны, нужно великое усердие, то есть принуждение себя. Вот Господь в Евангелии говорит, «Царствие Божие нудится, то есть трудовым достигается, и трудящиеся достигают его. Царствие небесной силой берется. Вот нужно некоторое усилие, нужно усердие для того, чтобы жить по заповедям Божьим. Нужен непрестанный труд, как вообще и в любом деле. Если некоторые люди говорят, я вот, например, молюсь только тогда, когда душа просит об этом, когда у меня есть какое-то особое вдохновение, когда мне хочется обратиться к Богу, а вот просто вычитывать правила я не вычитываю. Мне это не нужно. Вот это неверный подход. Необходимо усердие, необходимо принуждать себя. Потому что если ориентироваться только на такое вот доброе желание своего сердца, то это желание может приходить реже, 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 и потом совсем перестанет приходить. Так может случиться. Если муж любящий будет что-то хорошее говорить жене или стараться что-то хорошее сделать для укрепления их отношений только тогда, когда у него есть сердечный порыв, то рано или поздно может оказаться, что таких порывов все меньше, 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 пока они не перестанут. А если он будет как бы принуждать себя к тому, чтобы проявлять свою любовь, тогда таких порывов будет больше. И вот так же и здесь. Вот если человек будет не только ждать, пока душа сама попросит о молитве, а принуждать себя к молитве, в том числе, да, и вычитывать правила, конечно, желательно неформально, а вдумываясь в смысл того, что ты делаешь, тогда душа будет как бы привыкать вот к молитве, И это будет становиться такой уже и потребностью, и душа будет сама просить. Поэтому усердие, оно необходимо. Но только на усердие, конечно, никуда не уедешь. Если вернуться вот к этой аналогии, которую я только что привел, семейной жизни, если только принуждая себя, муж или жена будут делать что-то хорошее и доброе друг до друга и говорить друг другу хорошие слова, тоже не построишь так семьи. Обязательно должно быть и что-то внутри сердца. И вот здесь говорится и о том и о другом. И великое усердие, и душевная охота должна быть. Вот так желают жить гегипетским иудеям, иудеи иерусалимские. «Пусть Господь откроет ваше сердце для Его закона и повелений, принесет вам мир». Закон Божий должен жить в сердце человека. Это тоже относится к нам. Это не только речь идет о эпохе Ветхого Завета. Вот мы с вами читаем, мы христиане читаем каждый день слова символа веры, говорим о каких-то важнейших догматах христианского учения. И вот очень важно, чтобы не просто головой мы знали о этих догматах, о том, что именно таково учение церкви, а важно, чтобы это учение входило в сердце человека, чтобы оно проявлялось в его реакциях, в его поступках, в его словах, а не просто было таким вот чисто интеллектуальным знанием. «Пусть откроет ваше сердце для Его закона и для повелений, принесет вам мир. Пусть услышит ваша молитва, примирится с вами». Еще одно очень важное слово. И это такой тоже один из литмотивов библейского повествования. Когда человек грешит, когда человек живет не по заповедям Божьим, то он оскорбляет Бога, он отгоняет от себя действия божественной благодати. Бог есть абсолютное добро, не может соединиться ни с чем злым, недобрым. Вот если человек поступает, исходя из какой-то греховной страсти, поступает по ненависти, по злобе, то благодать Божия отходит от такого человека. И вот необходимо примирение через покаяние. Здесь об этом еще накануне новозаветного откровения, но здесь уже об этом говорится, о том, что необходимо такое примирение с Богом. Очень интересно, что когда вот уже в нашу христианскую эпоху совершается таинство исповеди, покаяния, вот обычно как приходят люди в храм, собираются перед аналоем, с крестом, евангелием, священник стоит. И он читает молитвы и говорит, соедини их, то есть вот тех, кто кается, со святой твоей церкви. Возникает вопрос, а как же вот люди, которые пришли, очень многие из них почти каждую неделю приходят в храм или каждую неделю или чаще даже исповедуются, причащаются. Зачем их нужно соединять с церковью? Они и так соединены, они и так крещеные люди и часто живущие этим. Оказывается, вот если человек грешит, то он себя отделяет от церкви. Церковь свята и непорочна, она чистая и непорочная невеста Христова. И своими грехами мы хулим имя Христова, мы порочим церковь, но она не перестает быть святой. Мы сами себя отделяем от церкви. Да, одной ногой мы в церкви, поскольку мы крещеные и стараемся быть христианами, но другой ногой мы выходим из церкви, мы в миру стоим, если мы грешим. И вот молитва и исповеди, перед тем, как принести покаяние, священник говорит, что соедини их со святой твоей церковью. Нам требуется примирение, соединение через покаяние. Ну и здесь вот тоже об этом говорится, что пусть Господь услышит ваши молитвы и примирится с вами. И не оставят вас в годину бедствий, вот как молимся мы за вас ныне. Вот не в бровь, а в глаз. Вот как начинается это письмо и как начинается вторая Маковейская книга. В царствовании Деметрия в 169 году, хронология здесь, конечно, не так, о которой мы привыкли, а именно связанная с династией Селевкидов и именем Александра Македонского. «Мы, иудеи, написали вам о жестоких притеснениях, постигших нас в те годы и с тех пор, как Ясон и его люди предали святую землю и царство, сожгли врата и пролили невинную кровь. Мы молились Господу и были услышаны. Мы принесли жертву и пшеничную муку, зажгли светильники и предложили хлебы. Так что теперь справляйте дни кущей, месяца Хаслева, 148 года». Вот такое письмо после молитвы следует, собственно, содержательная часть. Очень кратко, буквально в двух фразах, говорится то, о чем мы читали на многих страницах первой Маковейской книги, и самым главным выводом. Были некие отступники среди израильского народа, которые перешли на сторону селевкидов, участвовали в этих гонениях, помогали в организации гонений на иудаизм, которые были развернуты при Антиохии и Епифании. И вот Ясон и его люди предали святую землю и сожгли врата, пролили невинную кровь. И вот таким образом в двух буквально словах описывается история гонений на Израиль при Антиохии и Епифании в этом письме. Храм разрушен, врата храма сожжены, храм опустошен. Но мы молились Господу и были услышаны. Мы помним, да, что Иуда Маковей, начиная войну против такую сначала партизанскую, потом уже более профессиональную войну против селевкидов, действительно начинал свои сражения с молитвой, и эта молитва была услышана. И вот ему удалось освободить Иерусалим, освободить храм и восстановить в храме богослужения. При Антиохии и Епифании храм был осквернен, разграблен на алтаре храма для того, чтобы максимально жестоким образом, максимально жестокую издевку совершить по отношению к иудаизму, к вере евреев. На алтаре храма была принесена в жертву свинья, нечистая, запрещенная животная, было принесено в жертву языческим богам. И вот Иуда восстановил храм, ему пришлось разобрать этот алтарь, потому что уже не может на таком оскверненном алтаре приноситься чистая жертва. Но вот из новых камней он собрал новый алтарь, священники осветили этот алтарь, они зажгли светильники, все это очень подробно описывалось в первой Маковейской книге. А вот здесь буквально в двух словах это сообщается египетским иудеям. Мы молились Господу и были услышаны, мы принесли жертву, пшеничную муку, зажгли светильники, предложили хлеба. Так что теперь справляйте дни Кущи, месяцы Хаслева, 48-го года. Будьте вместе, мы с вами едины, по сути, те, как говорят иерусалимские иудеи, мы с вами являемся единым народом Божиим. И поэтому мы установили вот этот праздник, помолились Богу, Бог нам дал победу, мы освободили храм и установили вот этот праздник. И празднуйте вместе с нами. Вот такое удивительное письмо, предлагающее египетским иудеям, даже призывающее египетских иудеев праздновать праздник очищения храма. Прямо за этим письмом следует еще одно письмо. «Жители Иерусалима и иудеи, совет старейшин и Иуда, Аристабулу, учителю царя Птоломея, происходящему из рода помазанных священников, а также иудеям в Египте, желают радоваться и здравствуйте». Еще одно письмо, тоже отправленное из Иерусалима, тоже в Египет. Здесь назван по имени Иуда, то есть Иуда Маковей, очевидно, и от лица его, от лица жителей Иерусалима, от лица Совета старейшин ученые спорят о том, что из себя представлял этот Совет старейшин, но, видимо, это какой-то прототип будущего Синедриона, то есть какие-то вот самые опытные старцы, может быть, священники, кто-то, кто проявил себя особенно вот в благочестии, в вере, в верности истинному Богу, вот они составляли, вероятно, какой-то такой небольшой коллегиальный управляющий орган при Иуде Маковее. Вот они желают радоваться и здравствовать. И что они пишут дальше? «От великих опасностей Богом спасенные великую благодарность мы приносим Ему, как будто это мы сражались против царя, а ведь это Он выдворил воевавших в святом городе». Вот как Иуда и его соратники осмысливают то, что произошло. Это удивительная победа, когда они, необученные, вчерашние крестьяне, непрофессиональные воины, без снаряжения победили серьезное профессиональное войско во много-много раз большей по численности. Они понимают, что это произошло не потому, что они вот такие великие воины, а потому что Бог был за них, потому что Бог презрел на их верность. «Как будто это мы сражались против царя», — пишут они. «Как легко было бы возгордиться, как легко было бы сказать, мы великие герои, мы победили несокрушимую армию». И какое удивительное смирение, как они избежали этого соблазна. Они пишут, как будто это мы сражались против царя, а ведь это Бог выдворил воевавших в святом городе. Да, нашими руками, но именно Бог даровал нам эту победу. Если бы мы осмысляли события нашей жизни подобным образом, как преобразилась бы наша жизнь. Действительно, когда полководец и его воинство, казавшиеся непобедимыми, пришли в Персиду, они были изрублены куски в храме Нанная, благодаря хитрости, с которой прибегли жрецы Нанная. Антиох, якобы намереваясь сочетаться с ней браком, пришел в это место со своими друзьями, чтобы в качестве приданного взять немало сокровищ. Здесь описывается история, связанная с последними днями жизни Антиоха и Епифана. Бог помогал евреям не только, дару им победу в их сражениях, но и в других местах, влияя на события. И вот здесь описывается, что Антиох в Персии намерен ограбить некий языческий храм. Он пришел туда со своими друзьями. Из первой маковейской книги мы помним, что друзья царя — это не друзья, вот в современном смысле этого слова, неприятеля, с которыми он пирует и обсуждает какие-то вопросы свои. А это полководцы, это официальный титул. Он, может быть, с ними и пирует, но прежде всего это официальный титул людей, которые управляют теми или иными частями армии и территориями. И вот Антиох с друзьями пришел в Персиду, намереваясь сочетаться браком. Когда жрецы храма Нанная выложили сокровища, а Антиох с немногими людьми вошел в ограду Капища, сразу же за ним жрецы заперли храм. Открыв потаенную дверцу в потолке, они стали бросать камни, поразили полководца с его людьми и, расчленив трупы, отрубив головы, вышвырнули их тем, кто оставался снаружи. За это все благословен наш Бог, сгубивший нечестивцев. Вот так описывается смерть Антиоха Епифана. В первой Маковейской книге нет такого повествования. И не исключено, что Иуда, когда он писал это письмо, его сведения были не совсем точны. Историки предполагают, что, может быть, здесь немножко спутались два разных эпизода, которые действительно происходили, смерть другого Антиоха, отца Антиоха Епифана, который действительно погиб при попытке ограбить языческий храм, был умершлен за жрецами. Ну, может быть, и нет, мы точно это не знаем. Но в любом случае, вот такая трагическая гибель Антиоха Епифана, она осмысляется Иудой и его соратниками, тоже как милость Божия. Бог помогал им сражаться против захватчиков, и Бог и на чужбине, и в каких-то других землях тоже действует. Промысел Божий не ограничивается территорией Израиля. А многие язычники, они именно так думали, что вот у каждой территории есть какой-то свой Бог, который является вот господином этой территории. Даже сегодня иногда такое встречается. Вот ко мне однажды подходила одна женщина и говорила, я мусульманка, но поскольку я нахожусь вот здесь, в России, и знаю, что здесь вот Христос является вот Богом, то у меня вот такие сложности. Как мне молиться? Потому что я как мусульманка не имею права молиться Христу, а с другой стороны, находясь здесь, понимаю, что он как бы господин этой территории. Но вот это отражает такое вот очень архаическое, языческое сознание, когда вот кажется, что вот у каждой территории, как вот есть земной царь, вот есть какой-то Бог. Но вот евреи, они выше такого сознания. Они понимают, что Бог истинный, Бог Авраама, Исаака, Иакова, он действует на всей земле. И вот там, где, казалось бы, какие-то далекие, чужие люди, жрецы этого языческого храма хитростью победили Антиоха и Епифана, это тоже действие Бога Израилева. За все это благословен наш Бог, сгубивший нечестивцев. Мы знаем, что Антиоха Епифан погиб в состоянии такой вот тяжелой депрессии, подавленной рядом поражений, и не в последнюю очередь поражением от Иуда Маковея. И, возможно, даже что-то вроде безумия у него было в последние дни его жизни. Ну вот, насколько именно к нему относится этот эпизод с побиением камнями, с таким жестоким убийством в языческом храме, это не совсем понятно. Может быть, здесь Иуда что-то путает немножко, будучи неточно информированным. Итак, намереваясь 25-го числа месяца Хослев праздновать очищение храма, мы сочли нужным известить вас об этом, чтобы и вы отметили дни кущи и огня, когда Неемия, отстроив храм и жертвенник, принес жертвы. Ибо когда наших отцов уводили в персидскую землю, тогдашки благочестивые священники, взяв огня с жертвенника, тайно спрятали его в глубине безводного колодца. Там они надежно сохранили его, так что это место осталось никому неизвестным. Прошло немало дней и лет, и вот, когда угодно было Богу, Неемия, посланный царем Персиды, отправил за этим огнем потомков тех священников, которые его спрятали. Когда они заявили нам, что нашли не огонь, а только густую воду, он приказал им зачерпнуть ее и принести. А когда все было готово для жертв, Неемия приказал священникам окропить этой водой дрова и то, что на ней лежало. Когда это было сделано, прошло некоторое время, засияло солнце, прежде скрытое облаками, и всем на удивление полыхнуло высокое пламя. А священники, пока жертва горела, творили молитву. И священники, и все люди. Иоаннат начинал, остальные подхватывали, как и Неемия. Ну вот, это письмо немножко более пространное, но интересней Иуде и вот этому совету старейшины, жителям Иерусалима, писать не о воинах, не о победах, а интереснее писать о подробностях того, как был восстановлен храм. Этих подробностей мы не знаем из первой маковейской книги. Вот здесь они описываются. Оказывается, для того, чтобы зажечь светильники, которые горели в храме, нужен был особый огонь. И вот когда-то, перед тем, как храм был усквернен, этот огонь был спрятан в безводном колодце, то есть в каком-то глубоком, какой-то нише глубокой. И, казалось бы, как можно спрятать огонь? Ну вот, когда открыли эту нишу, когда вот пожигали взять этот огонь и от этого вот какого-то священного огня зажечь светильники, то оказалось, что нет там воды, нет огня, а, как вот выражается автор этой книги, густая вода. Из дальнейшего повествования мы понимаем, что речь идет о нефти. И вот этой нефтью, этой, как говорят, густой водой, окропили жертвы, и вышло яркое солнце, и полыхнуло высокое пламя. Чудо, но чудо, имеющее в данном случае такое вот естественное объяснение. И это не редкость. Достаточно часто бывает так, что Господь творит чудо, явным образом являет свой промысел, но при этом не нарушает физических законов, которые он же сам установил в этом мире. Чудо совершенно не всегда связано с каким-то... Оно всегда сверхъестественное, это какое-то вот необычное, неожиданное событие, но не всегда связано именно с нарушением физических законов. Если Богу угодно, Он и физические законы может нарушить, Он выше этих законов. Бог и где же хочет, побеждается и средство чин. Но там, где в этом нет необходимости, Бог, установивший эти законы, их не нарушает. И вот, когда зажгли, точнее, загорелось на ярком солнце, видимо, нефть, полыхнуло пламя, священники начали молиться. Ионат начинал, остальные подхватывали, как и не имея. Видимо, речь идет о пении, причем, как мы сейчас говорим, антифонном пении. Разные хоры по очереди пели разные части этой молитвы. «Господи, Господи Божий, Создатель всего, Страшный и сильный, праведный и милостивный, Царь Единый и Благой, Единый Податель благ, Единый Праведный, Всевластный и Вечный, Спасающий Израиль от всякого зла, Избравший отцов и Осветивший их. Прими эту жертву, Завесь народ свой Израиль, Сохрани свою долю и Освети ее, Собери наше рассеяние, Освободи порабощенных у язычников, Возри на униженных и презираемых. И пусть язычники узнают, Что Ты наш Бог, Покарай тех, кто нас угнетает, Испесивый над нами глумится, Укорени народ свой на своем святом месте, Как сказал Моисей». Вот такая молитва, Которая прославляет Бога, И также вот есть элементы Такой просительной молитвы. И о чем молятся, С какой просьбой обращаются к Богу Израильтяне, Освободившие храм от врагов. Собери рассеяние, То есть тех евреев, Тех иудеев, Которые находятся где-то далеко, Которые порабощены, Которые унижены, Вот освободи И дай нам вновь быть едиными. И пусть все узнают, Что Ты наш Бог. Укорени народ свой На своем святом месте. Святое место — это храм, Это гора Сион, Это Иерусалим. И вот не дай угнетателям Прогнать нас с этого святого места. Укорени, То есть пусть наш корень будет здесь. Священники же при этом пели гимны. Когда жертва была сожжена, Неймия приказал оставшейся водой, Той же самой густой водой, То есть нефтью, Полить камни покрупнее. Едва сделали это, Как вспыхнуло пламя, Но свет, засиявший в ответ от жертвенника, Поглотил его. Огонь загорелся и потух. Когда об этом стало известно, Царю персов сообщили, Что в том месте, Где переселенные священники Спрятали огонь, Появилась вода, Которую бывшие с Нейми Осветили жертвы, Удостоверившись в этом, Царь оградил место И устроил святилище. Он получил много денег, Даровал людям, Которые добыли воду. Бывшие с Нейми Назвали эту воду нефтар, Что переводится как очищение, Но многие называют ее нефтай. Ну вот это слово, Которое даже и в современные Некоторые языки, В том числе в русский язык вошло, Такая густая вода До сих пор называется нефтай, нефть. Вот на этом оканчивается Первая глава Второй Маковейской книги, Которую мы читали В переводе Брагинской Ишмайна Великановой, Для библейского портала Экзегет.